А теперь к новостям культуры. Из Третьяковки в Курскую галерею. Нателла Таидзе, художница, известная далеко за пределами нашей страны, чьи работы находятся в музеях и частных коллекциях России и зарубежья, приехала в Курск. И не одна, а с десятками работ, которые заполнили два этажа галереи Дейнеки, превратив ее в кусочек Подмосковья, где чаще всего и работает автор. Кажется, в эти картины можно войти. Художница словно приглашает в гости. Погулять по заснеженным подмосковным перелескам, подумать о своем у старой черемухи или подремать в знойный полдень в тени высоких мальв, ей уже посаженных. В дачной серии Нателла Георгиевна гостеприимна и откровенна. Не скрывает, в коляске ее внук. Ребенок вдруг проснулся, сел и, правда, расплакался. Но мне было немного нужно. По времени я тут же его написала сидящим и получилось все очень хорошо. Правда, не успокоил ребенка вовремя. Пришлось немножко его помучать. Он минут пять был сильно расстроен. Но потом все обошлось. И зато я его успела написать так, как хотела. Старинный грузинский род, так много давший русскому искусству. Дед Нателлы Масе Таидзе был живописцем, любимым учеником самого Репина. Бабушка стала первой женщиной, которой разрешили посещать курсы в Императорской академии художеств. Отец известный скульптор и график. Дядя Ираклий, автор того самого плаката «Родина, мать зовет», продолжает династию и Нателла. На Телле, мне кажется, очень нелегко. Потому что, с одной стороны, вот эта художественная субстанция, в которой она родилась, в которой она зрела, в которой она существовала и существует по сей день, а это огромная традиция, огромная традиция. С одной стороны, это огромное благо, а с другой стороны, это ответственность и испытание. Не только пейзажи. Пишет художница и аллегорические композиции. Диптих, флора и фауна, чувственные богини и хищные глаза животных. Зов природы услышит каждый. Погрузить их совершенно в такой сказочный мир, в такой, скорее, экзотического характера и сделать этих девушек темнокожими. И как только я это придумала, как-то все остальное очень быстро стало набираться. Весь этот мир создала вокруг, с этими животными, их пластику придумала. Широким мыслям большие форматы. Свои работы художница пишет на натуре очень быстро, пока пейзаж не изменил настроение. Пишет не этюд, а сразу готовую картину на двухметровых мольбертах. У технических конструкций тоже есть автор. Это муж Нателлы, известный кинорежиссер Вадим Абдрашитов. Я работаю в качестве грузчика. Мольбертов вот для такого размера работ их не существует в природе. Поэтому фактически каждый раз возникает проблема, как установить, чтобы это не снесло ветром, потому что очень высокая парусность. И начинается вот все вот это, значит, из досок, из гвоздей и так далее, и так далее. Специалисты отмечают, работы Таидзе декоративны и драматичны. Это неудивительно. Художница окончила факультет театрально-декорационного искусства. Отсюда же и символизм, и любовь к природе вокруг и внутри себя. Юлия Матвеева, Максим Леонов, телеканал СЕИМ.